Тема урока. Методика решения текстовых задач на равномерное движение по окружности. На этом занятии мы решим текстовые задачи на равномерное движение по замкнутой дороге, иначе говоря, по окружности. Задача первая. Кот Базилия и лиса Алиса выехали на велосипедах одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек замкнутой дороги, длина которой равна 5 километров. Через сколько минут они встретятся, если скорость движения алисы на 6 километров в час больше скорости движения кота Базилия. Решение. Решим задачу арифметическим способом. По условию задачи кот Базилия и лиса Алиса выехали на велосипедах одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек замкнутой дороги, длина которой равна 5 километров. Следовательно, в начале пути их разделяет половина длины трассы, то есть 2,5 километра. Известно, что скорость движения алисы на 6 километров в час больше скорости движения кота Базилия. Значит, каждый час расстояния между ними будет сокращаться на 6 километров. Определим, за какое время лиса Алиса сможет преодолеть дистанцию 2,5 километра и догнать кота Базилия. Для этого 2,5 километра разделим на 6 километров в час. Проводя алгебраические преобразования над дробными выражениями, получаем результат 25 минут. Мы ответили на главный вопрос задачи. За 25 минут лиса Алиса догонит кота Базилия. Ответ 25 минут. Задача 2. Маша и Медведь решили ежедневно заниматься утренней пробежкой по круговой беговой дорожке. Маша пробегает круг быстрее Медведя на 5 минут и через 30 минут после старта впервые обгоняет его. За сколько минут пробегает круг Медведь? Решение. Решим задачу алгебраическим способом. Так как по условию задачи надо найти время движения Медведя, то логично ввести переменную Т, это время, за которое преодолевает Медведь беговую дорожку, выраженную в минутах. Тогда Маша преодолевает эту дорожку за Т минус 5 минут, так как она пробегает круг быстрее Медведя на 5 минут. В условии задачи нет единиц измерения длины, поэтому удобно длину беговой дорожки принять за одну единицу. Составим таблицу данных задач. В столбцах будем отмечать В скорость движения, выраженная в единицах круга в минуту, Т время движения, выраженное в минутах, С длина пути, выраженная в единицах круга. В строках отметим три вида движения по пековой дорожке. Движение Маши, движение Медведя и их совместное движение. В строке движения Маши выразим ее скорость. Для этого один поделим на Т минус 5 единиц в минуту. В строке движения Медведя тоже выразим скорость. Получаем один деленное на Т единиц в минуту. Тогда в строке совместного движения скорость их сближения на бековой дорожке равна разности скоростей движения Маши и Медведя. То есть один деленное на Т минус 5 минус один деленное на Т единиц в минуту. По условию задачи Маша впервые обгоняет Медведя через 30 минут после старта. Значит медведь отстает от Маши на один круг. Следовательно, согласно формуле движения по окружности в одном направлении, время между встречами Т равно длине замкнутой дороги С, деленное на разность скоростей движения и тел В1 и В2. Т равно С деленное на В1 минус В2. Это время от старта до встречи 30 минут. И это время выразится как один деленное на скорость сближения. То есть 30 минут равно 1 деленное на разность дробей 1 деленное Т минус 5 и 1 деленное на Т. Выполняя алгебраические преобразования, получаем, что 30 минут равно Т умноженное на Т минус 5 деленное на 5 минут. Можно составить уравнение. Решая полученное квадратное уравнение, находим корни Т1 равно 15 и Т2 равно минус 10. По смыслу задачи время должно быть положительной величиной. Значит, значение Т, равное минус 10, является посторонним решением. А корень уравнения Т равно 15 дает ответ на главный вопрос задачи. Получили, что медведь пробегает круговую дорожку за 15 минут. Ответ 15 минут. Задача третья. Два бегуна стартуют из одной точки кольцевой дорожки стадиона, а третий бегун стартует одновременно с ними в том же направлении и с диаметрально противоположной точки. Пробежав три круга, третий бегун впервые после старта догнал второго. Через 2,5 минуты после этого первый бегун впервые догнал третьего. Сколько кругов в минуту пробегает второй бегун, если первый обгоняет его один раз через каждые 6 минут? Решение. Решим задачу алгебраическим способом. В условии задачи не используются единицы измерения длины, поэтому удобно будет длину кольцевой дорожки обозначить за одну единицу. Введем три переменные. В первое – скорость первого бегуна, В второе – скорость второго бегуна, В третье – скорость третьего бегуна, выраженные в единице кольцевой дорожки в минуту. Ответом на главный вопрос задачи будет являться значение скорости второго бегуна, В второе. По первому условию задачи третий бегун, пробежав три круга, впервые после старта догнал второго. Это значит, что за одно и то же время третий бегун пробежал три круга, а второй – два с половиной круга, так как начало старта второго отличается от начала старта третьего на половину кольцевой дорожки стадиона, то есть на 0,5 единицы. Следовательно, можно составить уравнение. Три относятся к В третьему, так же, как два с половиной относятся к В второму. Так как надо найти В второе, то выразим скорость третьего через скорость второго бегуна. Имеем скорость третьего бегуна равна утроенной скорости второго, деленная на 2,5. Выполняя тождественные преобразования на дробью, получаем, что скорость третьего бегуна равна 1,2 скорости второго бегуна. По третьему условию задачи первый обгоняет второго бегуна один раз через каждые 6 минут. Значит, согласно формулы движения по окружности в одном направлении из одной точки, имеем, что разность скоростей первого и второго бегунов равна 1,6. Так как надо найти В второе, то выразим скорость первого через скорость второго бегуна. Имеем скорость первого бегуна равна 1 плюс ушестеренная скорость второго бегуна, деленная на 6. По второму условию задачи через 2,5 минуты после встречи второго и третьего бегунов первый бегун впервые догнал третьего. Это означает, что за одно и то же время третий бегун пробежал 3 плюс 2,5 скорости третьего бегуна единиц бековой дорожки, а первый пробежал 3,5 плюс 2,5 скорости третьего бегуна единиц бековой дорожки, так как положение их стартовых точек отличается на полкруга, то есть на 0,5. А так как первый догнал третьего бегуна, значит первый бегун пробежал на 0,5 круга больше. Выразив равное время пробега этих бегунов, имеем уравнение 3 плюс 2,5 В третьего относится к В третьему, так же как 3,5 плюс 2,5 В третьего относится к В первому. Подставив в уравнение выражение скоростей первого и третьего бегунов через скорость второго, имеем. Выполняя тождественные преобразования над полученным дробным выражением, получаем 3 плюс 3 В второго относится к 1,2 В второго, так же как 21 плюс 18 В второе относится к 1,6 В второе. Известно, что в верной пропорции произведение средних членов равно произведению крайних членов. Значит, упрощая произведение, имеем квадратное уравнение 3,6 В второго в квадрате плюс 4,2 В второе минус 3 равно нулю. Разделим каждое слагаемое в обеих частях уравнение на 3 и умножим на 5. Получаем эквивалентное уравнение 6 В второе в квадрате плюс 7 В второе минус 5 равно нулю. Решая данное квадратное уравнение, имеем корни В первое равно минус 5 третьих и В второе равно 0,5. По смыслу задачи скорость должна быть неотрицательной величиной. Значит, корень минус 5 третьих является посторонним решением. А значение второго корня 0,5 является ответом на главный вопрос задачи. Таким образом, 0,5 круга в минуту пробегает второй бегун. Ответ 0,5 круга в минуту. На этом занятии мы решили задачи на движение по замкнутой дороге двух и трех тел арифметическим и алгебраическим способами. Редактор субтитров А.Семкин